Всем привет! Сегодня здесь пройдет встреча с Игорем Скляром. Мы ведь все из джаза. Хотите, спою вам маленький кусочек? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать всех из студии Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия». Сегодня в нашей студии один из самых известных, талантливых, искренних, харизматичных и глубоких актеров отечественного кино, на счету которого более 60 ролей. Народный артист России, актер театра и кино, музыкант Игорь Скляр. Игорь Борисович, добрый день! Мы очень рады вас видеть. Предлагаю поприветствовать нашего замечательного гостя. Игорь Борисович, в первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время и возможность провести эту творческую встречу, пообщаться с журналистами в преддверии своего юбилея, 65 лет. На площадке у нас сегодня присутствуют представители средств массовой информации. Коллеги, я вас приветствую. Нас также смотрят журналисты онлайн. У вас будет возможность задать все свои вопросы нашему уважаемому гостю, но несколько позже. Итак, знаменательная дата уже через несколько дней. Игорь Борисович, не могли бы вы поделиться, каким будет этот день для вас? Вы планируете провести его в узком семейном кругу с друзьями? Возможно, в этот день вы выйдете на сцену. Есть ли какие-то, может быть, особенные традиции? Обычно я стараюсь собирать друзей, потому что, как ни крути, а других однокурсников в моей жизни больше не будет. Это были четыре лучшие года нашей жизни. Хочется видеть, хочется слышать, хочется смотреть в глаза своим, ну что ли, друзьям молодости, свидетелям твоего становления, мужа. Не хочется пафосных таких канцелярских слов говорить, но то, что мы росли вместе и как многие начинали, и что из этого потом вышло, это очень интересно. Я понимаю, что физические ограничения так или иначе вступают в свои права, и что-то труднее становится делать, хотя мысли, желания и цели, они никуда не деваются. Как в 14 лет у меня были какие-то вершины, которых хотелось достигнуть, так они и остались до сих пор. Некоторые из них вроде бы достигнуты, но хуже нет ничего, достигнуты вершины, потому что дальше нужно падать вниз. Юбилей сам по себе вообще ни о чем, это ни о чем. У меня был большой юбилей на 50 лет с друзьями, со спектаклем, с такими словами, с какими-то телеграммами от самого верха. Потом было 60 лет, уже немножко скромнее, 65 это такой возраст, я не знаю, это между прошлым и будущим. Когда отглядываешься назад, понимаешь, что между прошлым и будущим, собственно, вся жизнь, и неважно, 5 лет тебе, 25, 50 или 65, это между вчера и сегодня. А что ты сейчас в этом смысле творишь? Где-то лет в 27 я стал резко меньше спать, когда я проснулся, как ударенный, была белая ночь, было лето, Ленинград. Я понял, что я просыпаю свою жизнь, мне 27 лет, а жизнь проходит, а я сплю. Представьте, пожалуйста. Журнал «Я пою» Синоженская Сандра. Что вы считаете своим призванием? Театр, музыку, кино? Или они для вас все-таки неразделимы? Я считаю мое призвание – жизнь во всех ее проявлениях. Вот три дня назад я пел джазовую программу, а вчера и сегодня я играю спектакль, который, собственно, к джазу особого отношения не имеет. И совсем другая жизнь, совсем другой герой, совсем другие задачи. А еще пройдет четыре дня, я буду в третьей, что ли, ипостаси. Они все для меня интересны. Конечно, они все отличаются, безусловно. Потому что когда меня долго воспринимали, но в этого времени не застали в силу своей молодости, после песни Комарова все почему-то думали, что я очень такой хороший эстрадный исполнитель. Все говорили, а что ты не поешь? Я говорю, а зачем? Я показал, как надо один раз. Что значит, по-моему, выходить на эстраду, которая даже к тому времени, вот к середине 80-х годов, была уже очень, ну, запенена. Вот то, что называется, мало сути, много пены. Уже стали появляться вот эти понты, кто на какой машине приехал, кто за кем выступает, какие-то амбиции непонятные. Стали появляться очень много пинья под фонограмму, когда в студии пишут одно, и там нужно очень много поправить. Опять же, аппаратура появилась хорошая. А потом понятно, что на концерте такого звучания не добиться. Давайте фонограмму включим. Это значит, что люди халтурят. Они одно подменяют другим. Я считал, что на эстраду надо выходить самим с собой. Вот какой ты есть, молодой, искренний, улыбчивый, который хочет сделать людям весело. Не показать, какой у тебя дантист или какой у тебя портной, который тебе, значит, шьет там наряды. Или какие у тебя хорошие аппараты на сцене стоят, которые делают фонограмму, звучит просто. Стадион, неважно, клуб. Я никогда не считал себя эстрадным исполнителем. У меня был момент в конце 80-х, когда меня приглашали. То есть не приглашали, а сказали, вот есть люди заряженные, деньги заряженные, эти авторы. Я говорю, я подумаю. Ты что, подумаешь? Там народ в очереди вообще стоит. Я говорю, я подумаю. И вот каждую неделю, неделю у меня, каждый день, они, ну что, надумал? Я говорю, нет, думаю. Ну ты вам. Через неделю я говорю, нет, знаете, все-таки нет. Я, пожалуй, не так мне это интересно. Потому что этим заниматься, ну, этому надо отдать, там, не знаю, всего себя. Чтобы быть где-то, так сказать, в первых. А зная уже немного тот мир, там слишком много понтов. Подмен настоящего умения всем чем угодно. Это уже что-то совершенно не касаемо того, что называется творчество. Потому что творчество, оно всегда о душе. А вот эти штуки, они в основном про деньги. А еще в древних книгах написано, кому не дано войти в Царствие Небесное. Богатому, как верблюду через угольное ушко. Не дано. Поэтому либо ты занимаешься бабками, либо ты занимаешься творчеством. Еще раз говорю, иногда это совпадает, ну, хотя я не богатый человек, и я как это... Все, что я зарабатывал и зарабатываю, всегда уходило на жизнь. У меня нету счетов. Ну, не получается. И даже я к этому и не стремился. Человек, ну, как, ему немного надо в этой жизни. Смотря чем он занят в этой жизни. Если понтами, то ему надо много. Чтобы его Майбах встречал. Это очень смешно. Я вчера еду на вокзал, и у меня заказано такси «Лада-Веста». А в Москву я приезжаю, и меня встречает Майбах. Первый раз в жизни, наверное. С чего вдруг? И я думаю, надо же, какая у меня жизнь. Огромного диапазона. От «Лады-Весты» до «Майбаха». И хорошо, что так. Интересно. Интересно.